вот я сейчас в руках держал абрикос да твердый как камень может даже зубы сломать если они считаются так представляет для них какой-то интерес один я уже подарил три купила недорогие вот два осталось один сейчас я пробовал съесть один не оставлю в тепле то есть не так поздно . сдохла этим заниматься не буду я вам советую если вам повезет такой выдающийся первый раз жизни ведет такой крупный абрикос ну так получается я же по этим прокурортом же не ездил я последние 40 лет только этим занимался одним делом ваш сам важным на планете вот он дозреет тепле полом денется если вы такой достанете я еще вот такие же огромные сливы видел вот сливы до крупноплодные сливы полно они у меня только самое-самое крупное дотягивает до них а там вот прям буквально вот эти вот 120 40 грамм представляете сливы ужас и это касается и слив и абрикосов по ваших купили положили в теплое место и ждет пока не сгниет и тогда дозреет пусть не нам это плохо но пусть он дозреет даже в тепле вас на кухне на подоконнике возьмете косточку сохраните естественно до следующей весны посадите и не давая замерзнуть она замерзнуть сто процентов вот не давая замерзнуть срежете веточки приведете и получите там варианты помните абрикос на сливу сливу на абрикос абрикос на приход сливу на сливу четыре варианта кто этим займется ну-ка друзья смотреть глаза вот это вот творил которая это агра свои же подчиненных ограбили присвоили их это зарплату вставляете как какая там наука помните как это говорила как я пойду работать на 9000 этим агрономом наши с вами общая знакомая как на 9000 пойти работать вот так вот но я про кукарекал а расцветет за вас или нет теперь будет зависеть от вас мне 2 августа 70 я на покой не собираюсь но отдачат мне уже никакой я уже вынужден был поручить обрезку и можете пусть это было символически полсотни веточек отрезов большие абрикосы взрослые которые в 25-30 лет их обязательно нижние ветки сухие дурь когда на молодом абрикосе или там слива вишня отрезать нижние ветки все равно высохнут отрезают живое это одна дурь и вторая дурь еще когда помните милая женщина западная украина я по делу говорю не просто так вот украины присылает фотографии молодой персик вот такие плоды 200 с чем-то урожая одного дерева я от зависти их сразу хотел застрелиться вот сразу хотел пойти застрелиться хорошо не а зависть а пока она мне это сама пишет пани валерий пожалуйста что мне делать мне долбит чтобы я на этом роскошнейшем персики с огромным урожаем абсолютно здорово дерево на отрезал из ветки надеюсь я отговорил надеюсь так почему я опять это все говорю потому что это моя судьба а почему я упомянул эту самую 70 лет жду от вас подарки подарки следующие фотографии с цветущими или подносящими моими клонами неважно что вишня абрикос вот хотя несколько подарков получил с урала там очень талантливые люди живут начиная сергеева лутенкова долматова его новой людмиле и его жене такие люди там живут так теперь начинаем смотреть что здесь написано в начале этот привет и но я быстро тут нет и кого такого надо чтобы все свои все друзья брат мой тот кто кто-то терпел до конца ну ладно остальное видимо смотреть записи так здрасте 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 и вам здравствуйте вам здравствуй добрый вечер добрый вечер добрый вечер красный персик первая реакция да скоро я это окажешь последний кстати это три-четыре года еще какое ваше отношение к абрикосам из узбекистане из армении которые я дальше ничего не написано так которые я я был только в армении я был зимой я ничего там не мог увидеть просто ничего ну надо так бывает я был командировки посреди зимой вот в пакистане от и опять же я был на границе узбекистана город ригар он же тушу за д это закистан на границе с убекистаном и опять я был зимой видится меня удивил там был этот самый бассейн да не укрытые а вот этот как бы без крыши а в нем январь февраль вода была не замерз а потом потом у меня предупреждение к этим самым когда прозвучало по центральному телевидению узбекистан алексей минус 20 сады в основном погибли без урожай погибли часть деревьев погибло кузбекистан тизикистан а я уже перед этим был там я уже знал я уже знал что знал два месяца в командировке посреди зимы и уже представлял как как этом климат мало ты строит само собой вот вы нет строит у меня в херстанской области ладно короче отношения такое абрикосы узбекистана для узбекистана абрикосы с армении для армении чтобы к нам они попасть значит и надо выбирать только самых высоких мест как а если уже вы попали в узбекистан не знаю как то там разбиралась с ними наталья древна который вы столько раз как бы сказать заочно дискутировали да так вот если они она когда-то брала мне потом они погибли с этого со средней азии но если бы она забралась самый верх вот допустим поставить задачу где самые высокие абрикосы пикистане то есть горы 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 вы знаете я посмотрел с этого 100 суда д сын горы к вот это панорама громадные величественные горы вот они вот надо но я тогда этим не мог заниматься вот времена были такие там уже отношения обострились и три в армении расстреляли вот эти 90-е годы и а а допустим если командировку специально как вот ездила наталья ученая ботанического сада надо было ехать вверх вверх а еще больше есть абрикосы и вот самый высокий абрикос там где чуть ли не вечная снега вот там ты надо было брать черепи и косточки вот в общем я высказал свое отношение так я не буду открывать что тут виноградов меня это зарекся это делать если это допустим видео фильм так вопрос железо персик корнецов степлиц три года в этом году 15 плодов почти все это филисов написалось три штуки и зеленые листья на прошлогодних побег начали желтеть и упадает чем не хватает значит смотрите я же не знаю как три года они там себе вели вот тут у меня женщина как со мной общалась недавно или она сказала память плохая или написала что я наконец открыла форточку в этом в этом самом теплицу своей а в эти пристах получилось ее предыдущий хозяин собирал из оконных рам и к законная рама имеет форточку каждая и всего их там наверно штук 20 так вот мы договорились сергеем если уж будут морозы 40 тогда закроем дверь и форточки но так как была теплая зима до минус 30 так первый год такой теплее уже не бывает вообще невозможно представить то есть теплейшая зима но обычно такая же длины все но но ты минус 30 мы не закрываем дверь не закрывай раз второе я доза дата это самое там земля песчаная вот такая какая у нас у нас земля супе 2 значит сделаю не на высоких холмах просто сравнить я не видел вашего почему они вас окна я не знаю ну например у меня небольшие холмы как везде но я 300 рублей заплатил и у меня местная женщина как бы помощница натаскала снегу сантиметром вот столько натаскала снегу там бедрами чем таскала не знаю может с кем-то носилками все и этот снег до весны не расставил так а почему он был нужен я считал что это ненормально посреди зимы голая земля просто голая да еще и замерзшая твердая по тыкаешь этот сам лопату она звенит вот такая земля была проблема только один ничего не делал только полива погиб персик какой один сеть погиб капитально все я его так обкарнал и бурталов на прививку а и погиб еще тут который я привел прекрасно он свел но потом погиб я понял значит тот из-за того что извечен этот был не тронутый но зато он был привитый на маньчжурцы маньчжурцы саженцу по двое маньчжурцы теплицы делать нечего это что чукчевый этот самый отправить на самое на экватор там он отжар и сдохнет так и тут получилось так что ни одной капельки болезни несмотря на то что он их изувечивал капитально ветки отрезал потом кстати половину и выбросил потому что не пригодились не потянул все это привить руки опустились не покупают самое удивительное да лучше питомник россии не покупает и болезни нету сам удивлен но еще раз говорю на то есть вот тут дверь полностью всегда открыто на противоположной стороне раз-два-три-четыре-пять или шесть ну из этих самых там прям буквально портика на портике вот так насквозь проникает вот так вот так конечно теплее конечно там нет сумасшедшего ветра но она чуть-чуть такое послабление дали ему потому что я хотел убедиться что у меня в это теплицы выросли тоже такие ну 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 как же шаломай меня это самое за поезды снул но я всегда привык быть первым и вот получается что не зная ваших этих самых у меня в нем сухо засыпали снегом вот так снег не растаял такой сухой остался на всю зиму влияние такого что там допустим минус 20 а внутри плюс 5 на той теплицы до такого не было я не проверял но если снаружи было минус 30 внутри было точно минус 20 получается я сделал нормальные условиям не было смысл сохнуть гнить еще раз погиб один серец но он там вообще он сказал так что там оставался вот так вот торчали нет этих самых вот такие вот всего он должен был умереть сидуш вот все что мог сказал что ему не хватает если да кстати фото прицепить это конечно надо мне нам электронный адрес по одной простой причине что а так на мой электронный адрес и я тогда может быть на сеть в ювенале я скажу чего не хватает потому что хорошо я угадал когда я говорю вы конечно же там делали у конечно метр а вы конечно это каждую весну каждую это самое весной режу вот вам причина почему у него вишни сдохли а еще вишни были все родственники так сюда входа не прицепить дайте ссылку или пишите на почту так теперь сафрон вопросу карелина так я не знаю открывать не открывать или потом посмотрите это раз теперь раз сафроновых еще раз засветился я скажу штат это к нему с этим и лак пластиба долматого вот к нему по моему у него еще есть нужно дать на прямой или здесь напишите от удалить потому что весь незаменимая вот если уж лечить деревья то только этим больше ничем так почему который господи 34 до 25 паре на награду скорее все это нектарин с носика бывает дело в том что разрезать по косточке я узнаю потом я сейчас пробовал вот такой твердый даже косточку невозможно это очистить он как одно целое с этим он полежит догниет я вам потом скажу ладно я тоже я же хотел заплатить как за нектарин а потом глаза протер а там написано абрикос круглона так на абрикос крупноплотный я поэтому купил три штуки что хотел узнать не то чтобы кушать посмотрим да вот сильно уж крупные ну вот там бы вот там рядом лежат абрикос вот и я всегда горелся мы обошли среднюю азию тут на тебе 150 грамм ладно дальше идем то есть советую виноградовая сделала только не так быстро так на нижней ветке очень старой дикой груши привить культурные сорта повлияет ли гены привитых на это дерево какого качества культурного плода на таком старом дереве значит есть места где я не согласен эти абсолютно согласен данном случае получается так что старое дерево груши переделать практически невозможно она переделает кого хочешь а саму грушу не надейте что после того когда вы приведете несколько этих самых культурных черенков допустим они будут расти что плоды станут лучше на старом дереве как это самое а тут еще можно понять что это культурные плоды это может приводить приводя в общем я скажу вообще фразы пробовать надо проявляет проявление бывает не часто но часто они бывают не потому что повлияло именно это а как говорил мичурин есть деда и прадеды раз так и очень большое вот я практически всего несколько случаев когда мне кажется что из семечка деревья поменяли свои качества это мне это кажется а может и кажется а вот косточка вает там другое дело там можно над этим работать и делать даже не он специально как мичурин там куда-то фраза из кино а вот уже получил это а потом значит давайте насыщать а давай привел 6 сортов плоды измерились понимаете в общем у вас получится еще один мичурин так но желательно заниматься костюм культурной насколько благодатная вещь может такие чудеса получить а вот эти семечка вы как груши ну наверно года потеряете хотя и ничего не отрицаю хотя бы потому что если я буду отрицать на себя перешел в разряд ретроградов кривой ствол это пероще семена они все кривые выбросить жалко я сажу их направлением на север подвязываю кулашко некоторые выпрямляйте а это ваш получается что я фотография уже не соображу кривой ствол переросшие семена а вот погодите вы против против яблони которые кривые грабаты а может нет ну ладно не буду гадать так прошлом году привел сливовская красавица натерн за лето выросло три хвоста самый длинный почти с меня а где вы взяли лоску красавицы ну-ка смотреть буду я давно и не высылал у меня последний дерево своих полтора дерева своих проживает в этом году начали гнуть к земле резать не стал посылал железо или это исключение пока привязал к палкам придавая теканное положение ночую подвесом нарастающих все равно загнется сенато отстает так то есть они опережают статью как правило это как вытекает слива не самые высокоросые до 3 хвоста по метру а попал получается почти два метра начали гнуться но это ваша головная боль во первых подрежете если этого не сделали вот что такое постулат железо резать не стал так резать и понятия разные во первых и волшка красавица такой дефицит что могли отрезать две третьи еще на прививать а потом придется еще дальше продолжать потому что я уже несколько график сделал зараза хоть привито хоть не привито и вот уже уже со второго года вот такие ветки и уже видно что если их не подрезать подрезать я когда говорю не резать я говорю во первых тем кто не умеет точно так же как это какой бы ни был опытный мясник на бойне допустим мясо разделывает это печень это почка но попробуйте его за это всего инструментом заставить хотя бы вырезать пеницид так и тут я просто умоляю и не умеете не лезьте не делайте ничего и уже дерево будет плодоносить а если вы еще с вами постоянно работаем то получается что дерево формировать как я обычно хотя бы первый год хотя бы это уже допустимо на формировать про первый год вы все знали кто мне деревья ловит на за язык говорят вы когда-то писали три года дописал почему остров метает все то сато у меня падали привал простой каплировкой привил вот уже метр полтора раз поломалась давай тогда улучшим каплировка уже крепче виде как и уже вынужден был чик распластались тик 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 второй год вот и смотришь скелет становится толстый скелетные ветки толстые вы найден был и опять не общение однозначно пришла беда я сейчас почему сказал резать нельзя вообще нельзя яблони тут же у него это погибает тут же погибает все пришла беда открывай ворота остались это мы лидеры по россии по яблоням остались без яблок поэтому отношение к обрезке такое есть возможность чтобы она плодоносила пусть даже ветки вот так гнутся или как у меня было под урожаем вот так смотрите просто болтаю раз и уперли землю а почему низко расположены и не сломались и урожай есть почему не быть то и ветра там по верху гулять и дерево целое вот примерно так вот можно резать можно не резать можно резать один может еще потом где-то чуть-чуть дорезать а вот написали посылать железу вот посылать железу касается только новичков по принципу если ты не хирург то не берись это людей лечить пока привязал палка в вертикальное положение но не обязательно вертикальное положение главное чтобы не не отвалились под собственным весом или урожаем так в этом году привил много ваших черенков сливы абрикосы персик вишни в дачах не так много но есть на сливу и на терм и 6 черенков персика 2 3 почти теперь где дилемма срезать весь прирост и повторно привать на слив в следующем воде оставить покой и то и то прирост весь срезать не надо оставляете вам сейчас только начали черенков я на вас не напасусь у вас есть есть по двое берите теперь свой для этого вас либо зацепилась только почему весь прирост оставляйте на одну треть даже меньше 1 4 а то что отрезали все это нижние два-три черенка пойдут дело расширяйте 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 так у сучёва заказала и сучёва значит чё до сих пор этим занимается когда-то я у него заказал монетобу вот что еще тогда у меня пошло ладно память подводит уже здравствуйте вк все пропустил а кстати узкую красавицу я у нее тоже заказывал у меня была узкая красавица но он ее забарковал сказал что это не узкая красавица ну ладно проехали все пропустил с этой стройкой сливы и скотчек для подвоя не выросли не выросли не выросли оставить привиты на волосы лишь в этом году сливы на следующий год можно оставить привиты на волосы сливы на следующий год сливы и скотчек не выросли ну вот так можно оставить привитые на волосы вишня в этом году вы привиты на волосы вишни сливы на следующий год а как что еще делать оставляйте осенью закажу косточки сливы у вас снова надеюсь на следующий год получится их выросли до подвоя только вы сейчас заказывать идет уничтожение моего урожая климат так поменялся я думаю счетчик не окажется ли так что я был первый стал посаду последний еще два без урожая зубы на полку хорошо прошлом году было это 200 ветер абрикосов остальные даже собирать не стали не знаю все дело что сейчас хватило на тот год и сейчас у меня уничтожается урожай этим ураганами абрикосов я по крайней мере и прошлогоднее продам а дальше чё дальше видно будет так что лучше сейчас заказывать так получается тут написано в сообщении 5 нажимать не нажимать может места не хватило не знаю ну-ка нажимал и ничего не случилось да они взору пишет пишет соловьев пишет который пишет еще подождем еще немножко раз люди пишут потому что потом труднее отвечать будет так 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 хорошо это невзор пишет хорошо теперь еще что-то соловьев пишет и невзор я прошу вас больше не писать пишите мне на молитву на адрес будем разбираться уже в следующий раз а вот абрикосы выросли большие много боковых веток что брать на плевы боковые ветки берите а что еще ну что давайте вот последний соловьев и на этом надеюсь закончил а кстати пока пишет каталог семян вот она видите не забывайте да да давайте закругляться ветка тоньше по двое будет ну и хуже когда ветка толще по двое а тоньше приспособиться можно но мы сейчас не будем специально возвращаться к прививкам столько вебинаров посвятили им вот когда ветка тоньше по двое можно врачи на по разному если специально напишите еще посвятим поэтому так ну ка доброго здоровья ваших детей сельхозил 45 привых это получается 16 прижились знаете за то что я пожалел выкидывать она даже зацвела цветы убирать и расставить никогда не лезть сами отпадут все лишнее пойдет сама никогда не вмешивайтесь так 16 это хорошо но 45 конечно это перебор надо было допустим 3 черенка из то есть из 10 черенков сделать 30 по 3 хотя бы вот это остальное этот потерянное время но в принципе чудеса бывает но все наверное закончили мы с вами разбор полету надеюсь мы увидимся в следующую субботу очень надеюсь меньше нас не стало больше нас не стало вот давайте просятся на сегодня до свидания друзья спокойной ночи хороших снов и сновидений хотя бы во сне увидели такой сад который виде рядом с Евой